Очевидно, что приведенный пример возвращает простой набор данных. А каким образом мы можем получить и обработать такие массивы данных, как в частности список пользователей или список сделок? Есть целый ряд методов, которые относятся к списочным. На слайде вы видите некоторые из них. Это получение списка сделок, списка лидов, списка элементов хранилища и списка задач. Все они, в общем-то, строятся по одному принципу, хотя в силу исторических причин могут несколько отличаться по формату входных параметров. Рассмотрим работу списочных методов на примере CRM Deal List, который получает список сделок, отобранных по некому условию. Параметр метода позволяет указать сортировку результата, условия для выборки и перечень полей сделок, которые нас интересуют в результате. В нашем коде мы пишем обработчик получения результата, который разбит на две основные ветки. Обработку возникновения ошибки и обработку получения данных, в том числе, если наш запрос вернет пустую выборку. Важным нюансом является получение полной выборки. Дело в том, что все списочные методы возвращают максимум по 50 записей с целью снижения нагрузки на портал. Следовательно, чтобы получить всю выборку, мы должны последовательно запрашивать по 50 записей. Вот здесь и проявляется удобство JavaScript обертки вокруг REST API. Мы просто проверяем, а есть ли еще данные выборки. И если есть, мы запрашиваем следующую порцию, получая ее в тот же обработчик. То есть фактически возвращаемся вот сюда с очередными данными о сделках. Давайте воспользуемся полученными сведениями для решения практической задачи. Создадим методы для получения и вывода суммы закрытых сделок текущего пользователя за текущий календарный месяц. Во-первых, внесем некоторые изменения в верстку интерфейса приложения, подготовив его для показа списка сделок и общей суммы сделок. Во-вторых, вызовем новый метод нашего приложения DisplayUserCloseDeals, передав в качестве параметра идентификатор конкретного пользователя портала. Теперь рассмотрим подробнее саму функцию DisplayUserCloseDeals. В нем мы воспользуемся уже рассмотренным методом CRMDealList, чтобы выбрать сделки пользователя, указанного в качестве параметра. В обработчике получения результата мы опишем цикл, который будет формировать HTML для вывода данных о полученных сделках на основании значения объекта Result. И, как я уже рассказывал, в этом же обработчике мы будем каждый раз проверять, а все ли сделки мы уже получили. Если все, то как раз в этот момент мы и выведем уже подготовленный нами HTML в нужные блоки интерфейса. Загрузим новую версию приложения в портал, не забыв отметить права на доступ к нужным нам модулям, а именно доступ к пользователям и к модулю CRM. Теперь посмотрим на результат работы приложения. Как вы видите, список сделок и общая сумма чудесным, если не сказать волшебным образом, сформировалась. Продолжение следует...